Проект My Shortlist родился с путешествия. Все началось с путешествия. Мы с моей партнершей по жизни, спутницей Дарьей, были в городе Кельне. Захотели исследовать город, попадались под руку какие-то туристические гиды, которые рассказывали о популярных объектах туристических. В любом путешествии, будь то это город европейский, либо какой-то дикий край, хочется приобщиться к антентичности, познакомиться с местными жителями, узнать о их быте, проникнуть прямо в самое сердце места. Буквально случайно нам попалась вот такая вот книжка-путеводитель, сделанная местными жителями для местных, как я понимаю, ну и вот, видимо, для туристов. Люди, которые работали над этим гидом, они любят свой город, любят свой город. Мы также его любим и просто хотим рассказать о нем как можно больше. Это просто рекомендации жителей об их любимых и интересных местах, где они бывают. Мы не хотели бы ограничивать круг какими-то демографическими, не знаю, социальными границами, но так получилось, что это в основном все-таки люди от 20 до 35, занятые в таких сферах, как бизнес, предпринимательство, может быть, что-то творческое, креативное, тату-мастера, фотографы, дизайнеры. Для кого этот проект будет интересен, на кого мы ориентируемся? Ну, это две категории. В первую очередь на самих же жителей, как рассказать о каких-то новых местах, потому что действительно есть места уникальные, которых мы сами узнаем только во время проведения съемок. Ну, и также получали такие отзывы, что кто-то открывает для себя заново, уже хорошо известный, да, смотрит новыми глазами. И это тоже здорово. Ну, и вторая категория – это, конечно же, гости города, да, как иногородние, так и иностранные. Я очень был бы счастлив, если бы они воспользовались этим гидом и познакомились с Новосибирска вот таким вот, каким он есть. Это был чистый эксперимент. Мы действительно останавливали незнакомых людей и расспрашивали, задавали вопросы, да, о любимых местах. Далее, ну, критерием здесь выступает, еще раз говорю, да, какой-то собственный стиль, да. Да, это не обязательно мы говорим, да, о чем-то сверхмодном, да, но это, собственно, стиль, да. То есть человек выражает своим внешним видом, да, какой-то, представляет какой-то интерес. Вот это основной критерий, да. Когда мы встречались с людьми, опрашивали их на улице, мы открыли для себя даже интересные места, о которых раньше не слышали. Вот. И сейчас порядка уже 100 различных мест у нас опубликованных на сайте. Еще есть материал, который предстоит только обработать. После запуска сайта у нас есть форма обратной связи. И мы подчеркиваем, что наш путеводитель, наш сети-гид, это интерактивный сети-гид. То есть каждый, по сути, может предложить свою кандидатуру, чтобы стать участником. Единственным критерием является любовь к городу, да, если можно так выразиться, и то, чтобы было о чем рассказать. Мы по-разному думали, да, о возможностях монетизации, предлагались варианты превратить его в какой-то сервис, разумеется, в рекламный ресурс. Но все это начистое убивало саму идею проекта. Все объединяется идеей сделать что-то для города, поучаствовать в интересном проекте. То есть ни о какой оплате, вознаграждении речи не идет. Мы открыты к тому, чтобы в наш проект приходили новые, в нашу команду вливались новые участники. Мы сейчас будем рады видеть и фотографов, и журналистов, и копирайтеров, не знаю, СММщиков, блогеров. Когда мы будем издавать печатное издание, то обязательно будет предусмотрена английская версия, ну, одновременно с русской. И будем договариваться с гостиницами, хостелами о представлении этого путеводителя. Было бы действительно очень интересно показать именно иностранным гостям, да и просто иногородним гостям город, таким, как его видят жители. Музыка 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 Музыка